так доброе утро что-то сегодня лохватили такое чуть-чуть но ничего значит доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее утро праздник сегодня 76 лет государству израиль удивительно-удивительно конечно день в удивительное время мы живем когда две тысячи лет две тысячи лет не было не было у народа израиля своей вернее как земля всегда была и всегда хотел народ израиля на нее вернуться и всегда помнили какая-то часть еврея всегда здесь жила ну маленькая часть но две тысячи лет большая часть народа находилась в изгнании значит всевышний отправил на воспитание еврейский народ но как пророки обещали что всегда 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 эта земля может принадлежать только английского народа поэтому через две тысячи лет мы вернулись сюда и это было 1948 год 1948 год мы вернулись и с тех пор прошло 76 лет всего лишь за 76 лет построена невероятно мощная красивая яркая государства с прекрасной вообще прекрасной медициной прекрасной дороге все слава богу приняли со всего мира евреев значит и приняли и принимают и принимают и принимают и это отлично слава богу это огромный огромный праздник чудесный праздник мы видим своими глазами мы видим чудо да вот прям конкретное свидетельство того что вчера читали псалом на одной церемонии читали псалом давида и вот там задумали все народы против израиля зло и амалите тяне мавитяне какие-то там и так далее где все эти народы где римляне где греки древние где все вот эти вот фараоны до которые были никого не осталось а юристы народ такой же на том же языке тоже шма израиль все то есть это показывает действительно вечность торы показывает божественная божественная волю божественное проведение то есть это лучшее доказательство того что есть вышли это существование еврейского народа и возвращение еврейского народа в израиль вырушила хорошо друзья так что сегодня праздник значит день независимости день независимости это был такой очень серьезный день когда когда вот объявили и все сразу напали все арабские страны вокруг напали но всевышний дал спасение дал победу во всех войнах израиль всегда всегда побеждал во всех войнах да вот дебора пишет слова пророка как молот по скале правильно дебора пишет хорошо мы сегодня мы продолжаем изучать тору потому что вот смотрите без получается без своего государства евреи прожили народ израиля прожили две тысячи лет и ничего не исчезли не потерялись везде где там плохо ушли туда там плохо ушли сюда там значит не ну не потерялись не исчезли а без торы любой еврей исчезает в течение максимум трех поколений то есть любая еврейская семья которая оставляет тору она исчезает любой не еврей который принимает тору становится евреем с торой евреи выживают в любой ситуации в любой стране в любом месте потому что тора соединяет с богом а без государства спокойно прожили две тысячи лет то есть теперь конечно слава богу но это уже идет божественный процесс знаете есть интересная история когда рабе актива и два других мудреца они стояли и смотрели на храмовую гору там где раньше стоял храм сейчас там стоит мечеть а на тот момент римляне разрушили храм все сожгли и распахали эту гору вообще чтобы там вообще не осталось следов от храма иерусалима не просто из-за того что это была страшная война для римлян в риме есть всего лишь по моему две или три триумфальной арки победа в самых больших войнах и одна из них это триумфальная арка победе в иудейской войне для рима это было очень сложно маленький израиль рим тогда был это мировая империя как саша и поставили они эту арку да как они победа войне было очень тяжелая война почитайте иосиф лави из книга он жил в то время иудейская война называется и вот значит распахали распахали эту храмовую гору и стоит рабе актива это красном час очень подходит эта история как раз к тому позитивного мышления которое мы изучаем стоит арабе актива еще двое мудрецов не помню кто это были но величайшие мудрецы и они рыдают стоят рыдают смотрят на храмовую гору видят лисица выбегает из там где была святая святых и они прямо плачет оба арабе актива стоит смеется радуется смеется они мы говорят актива что ты смеешься а он говорит а вы что плачете они говорят неужели ты не видишь что из рот там где была святая святых там не было самое был стоял храм и часы лисица выбегает из развалина храма что это они говорят мы поэтому рыдаем как нам не рыдать все в разрухе и в лесе народ значит там у миллионы были убиты угнаны в рим в рабство были там сотни тысяч человек разграблено все римляне же это одно да не грабители были они разрушили всю забрали забрали всю эту самую как сказать вот золотую утварь построили колизей потом цирк на это построили чтобы там убивали друг друга эти самые гладиаторы они говорят мы об этом рыдаем арабе актива горит а я об этом смеюсь они говорят как ты можешь об этом смеяться он говорит смотрите есть пророчество что храм будет разрушен и есть пророчество что он будет построен 3 храм будет построен он говорит если бы не сбылось пророчество что будет разрушен можно было бы сомневаться в том что будет построен но так как сбылось пророчество что он будет разрушен значит сбудется и пророчество что будут еще на улицах иерусалима танцевать будут свадьбы будут танцевать, будут сидеть старики, будут плясать дети. Он говорит, значит, это тоже сбудется. Я смотрю вперед и об этом смеюсь. То есть он мог видеть в самом темном месте, он мог видеть уже свет и просвет, и будущее, и так далее. Теперь, значит, мы видим действительно, что Раби Акива видел вперед, и он действительно смеялся правильно, потому что в 1948 году вернулось государство Израиль, вернулся народ Израиля, и, значит, расцвел Израиль, скоро будет третий храм с Божьей помощью. Сейчас мы живем как раз в это время, такое переходное время, прям действительно нашли там этих красных коров, которые должны были быть перед тем, как появится третий храм. Есть такой закон в истории, красная корова, пепел красной коровы очищает от духовной нечистоты. И не было красных коров. А сейчас нашли эти красные коровы, собираются их вот в этом году принести в жертву, там, сделать этот пепел. В общем, мы живем в очень интересное время, в очень такое, знаете, переходное. И хотя любой переход, он опасный, но интересный. Смотря как на него смотреть, да, то есть можно смотреть на позитив, можно смотреть на негатив. Хорошо, а мы изучаем, мы изучаем, значит, качества, разные качества праведников. Мы же изучили гордыню, скромность, стыд, наглость. И сегодня мы начинаем изучать любовь. Любовь – это врата любви называется, врата пятая, врата любви. И мы сейчас рассмотрим, длинная очень глава, если про наглость было коротко, мы за один урок успели, то сейчас мы любовь будем изучать, я думаю, два, может даже три урока. Сегодня у нас есть первое начало. Значит, что он пишет, в принципе, любовь, она содержит в себе очень много разных действий, много разных составляющих, гораздо больше, чем какое-то другое свойство. То есть любовь – это, значит, любовь, он пишет, это очень много, это качество, которое содержит в себе очень много разных действий. Гораздо больше, чем какое-то другое свойство. И когда человек направляет свою любовь к добру, она выше всех иных свойств. Потому что есть у нас главная высшая степень – это возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими. И главная заповедь с людьми – это ваав, талереха, камоха, возлюби ближнего, как себя. То есть любовь, если она направлена на Бога и на людей, то она очень-очень сильно, ну, то есть это лучшее качество, что есть. Но он дальше говорит, ну, если любовь направлена к чему-то неправильному, то она, получается, может сильно человеку повредить. То есть мы видим, что любовь – это некая сила, некая энергия, которая при направлении ее куда-то, она соединяет. Тут очень надо посмотреть, что такое вообще любовь. На иврите слово «любовь», ее числовое значение «аава». «Аава» – это 13, если взять циферки. Каждая буква имеет цифру, значит, числовое значение слова «любовь» – 13. И слово «эхат», «эхат» – это 1, тоже 13. Теперь есть такая очень красивая дематрия, имя Всевышнего, ютка и вавкей, четырехбуквенное имя, его числовое значение 26. Значит, любовь плюс 1 равно 20, 13 плюс 13 равно 26. Теперь само слово «любовь». Что такое любовь? Вот я для себя когда-то думал, нашел очень простое, понятное определение. Значит, любовь – это то, что меня соединяет в одно целое с объектом любви. Вот, например, я люблю эту ручку. Ну, к примеру, есть люди, вот я люблю свою ручку, да, которую я пишу. Что значит «я люблю свою ручку», да? Иренка Ас, пожалуйста, найдите нас в Айкра, найдите в Телеграме. В Телеграме вы можете зарегистрироваться, у нас есть онлайн-школа «Жизнь по Торе», там есть анкетка. И у нас есть консультанты, которые вам ответят на все вопросы. Это я в Ютьюбе сейчас отвечаю на вопросы. У нас идет трансляция в Ютьюбе, в Телеграме и в Фейсбуке. Значит, пожалуйста, найдите Телеграм-канал Вайкра, найдите анкета участников онлайн-школы «Жизнь по Торе». Мы образовательная организация, а Вайкра – это образовательная организация. Но мы помогаем всем, кто хочет изучать Тору. Дальше у нас есть консультанты, ответят на разные вопросы, где найти общину, что такое дьюр, где синагога и так далее. То есть это уже практические аспекты. Мы для себя взяли как Вайкра, мы просветительская организация, помогаем, даже мы помогаем тем, кто хотят обучать Торе, делать это более качественно. Это вот наша как специализация. Божественный свет. Заповедь – это как свечка, сказал царь Саламон, каждая заповедь. А Тора – это свет. Вот мы несем свет Торы, людям разъясняем, объясняем, помогаем, отвечаем на вопросы. Теперь смотрите, любовь – это то, что меня соединяет с чем-то. Я люблю ручку, это значит, что я с ней люблю взаимодействовать, люблю на нее смотреть, то есть я хочу с ней быть в контакте. Я люблю борщ, значит, я с борщом хочу соединиться в единое целое. Я люблю свою жену, значит, я тоже с ней хочу соединиться, мы как одно целое, две половины. То есть любовь – это то, что тебя соединяет. Поэтому, если это любовь к Богу, то любовь к Богу тебя соединяет с Богом. Любовь к Израилю или кто любит Украину соединяет тебя с объектом любви. С этим все понятно. Но отсюда следует, что есть любовь, которая тебя соединяет с чем-то хорошим. Есть любовь, которая тебя соединяет с чем-то плохим. И он поэтому пишет, а теперь послушай, как любовь портит добрые дела, когда человек позволяет любви пересилить свой разум. И он приводит семь, вот сегодня мы изучим семь аспектов, в которых семь случаев, в которых любовь вредит человеку. Сейчас мы узнаем. А в начале я хотел рассказать анекдот, забыл, сейчас расскажу. Как в советское время в колхозе появляется такая лекция, объявление, что в клубе состоится лекция любви с показом слайдов. В советское время не было же интернета, еще тогда ничего не было. И это было очень редко, что приехал из Москвы лектор общества знания в какой-то там колхоз, совхоз, значит, будет давать лекцию с показом слайдов. Ну, собралось, очень полный дом культуры собрался. И выходит лектор на сцену и говорит, ну, здравствуйте, дорогие товарищи, товарищи колхозники, здравствуйте. Сегодня состоится лекция любви с показом слайдов. Ну, аплодисменты, он говорит, любовь бывает между мужчиной и женщиной, это поэты писали об этом, все. Зал кричит, скандирует слайды, показывайте слайды. Он говорит, подождите, любовь бывает, на Западе есть запрещенные виды любви между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами. Это запрещено, это извращение. Значит, ну, из зала такие критии, слайды, слайды, такие сдавленные критии, чтобы не узнали голос. Он говорит, подождите, будут слайды. А бывают, товарищи, любовь к родине, любовь к партии, любовь к родному колхозу. И вот об этом как раз мы сегодня и поговорим. Давайте слайды. А вот об этом мы и посмотрим слайды. Теперь, значит, сейчас мы поговорим о любви, которая, по мнению Торы, этот автор книги, он великий раввин, скрыл своё имя, чтобы ему не было никаких почестей. Значит, ну, эту книгу изучают уже сотни лет. Это классика такая, да, классика нравственности. Мусар – это как направление, которое помогает человеку выстроить свою моральную дисциплину и нравственность. Вот он говорит, первый вид любви, который может привести к плохим последствиям, – это любовь к своим детям. Как любовь к детям может привести к плохим последствиям? Очень просто. По своей великой любви человек не наказывает детей и не наставляет их на добрый путь, но позволяет им вести себя по желанию их злого сердца. У ребёнка, у него сердце его, это инстинктивное, им управляет его животная часть. До того, как он станет уже взрослым, у него включится интеллект, у него включится его духовная часть. У ребёнка он такой, как маленький жеребёнок или как маленький такой вот ослик, да. Поэтому его двигает по жизни только его хочу. Теперь, если человек взрослый, да, он своих детей любит, но позволяет им вести себя по желанию их сердца, от этого бывает огромный вред. Я много раз видел этот вред, когда родители, потакая с всем желанием своих детей, портят этим самым их жизнь. И дети потом, получая легко всё, привыкают, что им всё должно в жизни даваться легко. Дальше они, получив уже огромный уровень удовольствия, наслаждения от жизни, которое им не приходилось зарабатывать, они к нему привыкают, у них происходит как-то адаптация, гидронистическая адаптация к удовольствиям. Дальше у них впереди только наркотики или какие-то извращения, потому что родители им испортили жизнь тем, что проявляли очень ярко и горячо свою любовь, баловали их, потакали им и тем самым испортили им жизнь. Это как раз частая история, когда любовь портит жизнь детям и родителям. Здесь всё должно быть рационально, грамотно, спокойно. То есть, для ребёнка очень важно с детства научиться, как бы есть у человека огромный диапазон радостей, и если эти все радости вывалят на него вот просто так, типа на тебе, а что ему остаётся дальше, что ему делать? Или же он зарабатывает, ценит, понятно, да? Второй вид любви, который может человеку повредить очень сильно, если он неправильно это использует, называется любовь к деньгам. Любовь к деньгам. Из-за своей великой страсти к деньгам человек ведёт дела нечестно, отбирает и отнимает, грабит, чтобы увеличить своё имущество. И из-за великой страсти к богатству не даёт милостыню и никогда не желает добра ближнему. Здесь тоже бывает такая история, даже если не уходить в крайности, как он здесь сказал, но есть без крайности. Вот у человека бывает такая страсть к деньгам, что царь Соломон сказал, «Коль абуцея беца, каждый, кто жаждет наживы, это нефиш баалав иках». Это забирает душу хозяина. То есть человек не то, чтобы он прямо делает какое-то зло этими деньгами, он просто всё время думает только о деньгах, и они застилают ему как бы эту страсть, ему закрывают всё остальное и управляют его жизнью. А эта страсть тоже, как нам сказал царь Соломон, что тот, кто жаждет денег, он никогда деньгами не насытится. То есть здесь нет никакой остановки. Если у тебя 100, ты хочешь 200, если 200, ты хочешь 400, то человек, который эту страсть, она им рулит, то в итоге это как пить солёную воду, он никогда не насытится. Поэтому это может повредить. Дальше, опять же, мы сейчас изучаем, как это работает. Когда человек осознаёт какие-то вещи, дальше он может, осознав, что у него есть какая-то проблема, он может выстроить какую-то новую схему. А как правильно? Вот Тора нам даёт по каждому аспекту свет плюс ура плюс инструкция. Вот мы пока сейчас видим, какие могут быть проблемы. Третий вид – любовь к женщинам. Если у человека жена, ну здесь перевод, я не знаю, как навредить, я не буду терять время, «Дурная и гордячка». То есть есть женщины, очевидно, какие-то, да, бывают дурные и гордячки. Бывает такое, да? Или раньше были, это же древняя книга. Наверное, сейчас уже нет. И она отвлекает его от всех заповедей и ведёт за собой. Как царь Салмон писал в Мишле, что, значит, хохмот нашим бандабейта, что мудрость женщин, она строит их дом, а и в Элоте есть женщина, которая грешница, и она своими руками разрушает свой дом. То есть есть женщины, которые своим неправильным отношением к мужу, к дому, к детям и так далее, они могут разрушить отношения совершенно спокойно. Теперь, но если муж её сильно любит, то он будет слушаться его советов, не посмеет возразить, и она его тоже приведёт к дурным поступкам. Есть другой вариант, когда любовь к женщинам человеку мешает, когда он прямо на них смотрит и будет нескромно говорить с ними и придёт к прелюбодеянию. Есть вот один, он полностью подчинился одной жене, другой, он бегает за всеми одновременно и он всё время влюбляется, и то он с одной живёт, потом он встречает там любовь всей своей жизни, потом он опять с другой живёт, потом он разводится, потом с третьей разводится, потом это. То есть это, в общем, такая любовь к женщинам, она может человеку сильно помешать. Четвёртый вид любви. Любовь к своим близким, то есть к родителям, братьям, сёстрам и остальным родственникам, и товарищам, и друзьям. То есть, казалось бы, любовь к близким – это хорошо, но он пишет, что в каком случае это плохо, что, первое, он будет им постоянно помогать, в раздорах он не станет проверять, может, они неправы. Значит, он будет слушаться их советам, он постарается поднять их на уровень, которого они недостойны. Например, сделает правителями и руководителями общества, повелевающими народом. То есть он им сделает протекцию, даст им какие-то посты, они на этих постах испортятся, не справятся, помешают ему и так далее. То есть это всё может быть большим вредом. И они могут его обмануть, собьют с доброго пути и повлекут за своими глупостями. Понятно. Значит, где мы это видели? Ну, мы это часто видим в каких-то коррупционных клановых обществах, когда, значит… Значит, есть шутка. Это было очень смешно. Меня когда-то пригласили лет 12 назад, там 12, наверное, плюс-минус, в Казахстане я проводил для Билайна, Казахстан-Билайн, я проводил для них там какие-то тренинги, и у них было какое-то большое массовое мероприятие в Рицкал-Карлтон, Казахстан. И, значит, был какой-то небольшой праздник, пригласили там, ну, были политики разные, эти. То есть такая была самая элита Казахстана. И я, значит, уже на банкете, меня пригласили выступить. И я, значит, говорю… Я начал с шутки, с анекдота своего выступления. Я говорю… Вы знаете, я говорю, что мне в Казахстане нравится? Я говорю, что мне в Казахстане нравится, что в Казахстане очень клановая такая вот система, что все друг другу помогают, родственники, все. Я говорю, я даже когда сюда приехал, я вспомнил такой анекдот, что в Казахстане на конкурсе красоты «Мисс Казахстан» победил 43-летний племянник главы городской администрации. То есть на конкурсе «Мисс Казахстан». И я думал, что будет смешно. А там такая тишина. Никто не засмеялся. А оказалось, что там сидел, вот иногда бывает попадает, 43-летний племянник главы городской администрации. Он сидел там, ему все оказывали почести, а он, ну как бы, просто он был племянник, значит, главы городской администрации. И я именно вот случайно попал и в возраст его, и в племянника, и он там именно находился. Хотя это анекдот, вот просто 43. Значит, 43 года. Ну, а там действительно, ну, это не коррупция, как это называется. Протекция, коррупция, там и так далее. Значит, и это нехорошо, потому что для города это нехорошо, для него это, для самого человека нехорошо. Если он занимает не свой пост, это его портит. Потом что случается? Сейчас вот бывшего министра, он потом жену убил. Потому что, ну, его тоже, наверное, министром взяли. Не потому, что он был министр, а потому что, значит, родственник чей-то был. Хорошо. Дальше. Пятый вид любви. Любовь к долгожительству. Казалось бы, казалось бы, это же хорошо, когда человек любит долгожительство. Но что? Почему? Когда это плохо? Когда из-за своей великой любви к существованию человек не выдерживает испытаний, выпадающих на его долю. То есть, получается, есть перекос, что человек, он ради просто того, чтобы держаться за жизнь, он идет против каких-то, ну, важных для вещей, да? Не знаю. Он не расшифровывает, но, очевидно, это... Сейчас, секунду, я на иврите посмотрю. Ладно, я найду на иврите в следующий раз. Мне самому интересно. Я сейчас себе отмечу посмотреть, посмотреть. Как это на иврите? На иврите. Я иногда, когда мало времени, я читаю сразу на русском, чтобы быстрее было, ну, подготовиться к уроку. А иногда, когда больше, на иврите. Шестой вид любви, который очень мешает, это любовь к почету. Вот, наверное, поэтому автор книги скрыл свое имя. Деяния любителя почета не будут деяниями во имя Всевышнего. Все его добрые дела, дает ли он милости, не изучает ли он Тору, исполняет ли остальные заповеди, они ради собственного почета. И он будет желать и добиваться собственного величия и увенчания. И это большой урон в деле служения Всевышнему. Почести сживают со света, даже не владеющего учением и добрыми делами. Значит, стремление к почестям это то, что, в принципе, человека очень сильно в жизни ему мешает. Почему? Смотрите, казалось бы, нас как учили. Амбиции, это круто. Быть амбициозным, это прекрасно. Стремись, достигай. Вот, там, она чемпионка, вот она там, смотри, какие они молодцы, чемпионы, вот эти все, там, медалисты, миллиардеры. Но, часто эти люди, не часто, 99,9% это очень несчастные люди, которые дико страдают ради своих амбиций. То есть, во-первых, они, ты никогда не можешь быть на вершине горы долго, тебя постоянно кто-то оттуда спихивает. То есть, это постоянная борьба. Все амбициозные люди, они все время в борьбе. Второе, второй минус, амбициозный человек, он все время, как бы, он себе загнал свою планочку, да, вот, я вот такой вот крутой, если я этого не достиг, то я никто. И пока он этого не достиг, он в своих же глазах никто. Когда он это достиг, то если он это достиг, то он на секунду стал кем-то в своих же глазах. Но он теперь смотрит вокруг, ну что, вы меня цените, а его могут не ценить. И он из-за этого начинает еще больше страдать. Поэтому, в принципе, стремление к почестям, оно, ну, это, как сказать, очень пустая, пустая надежда. Я сам был профессиональным спортсменом, я с детства мечтал стать чемпионом мира, и до, там, 20 лет я просто, ну, всю жизнь свою положил на то, чтобы стать этим чемпионом мира. И не стал, занял третье место. И, ну, в принципе, оно мне украло, там, 20 лет моей жизни. Есть польза, безусловно, есть польза, просто, когда у тебя есть хоть к чему-то стремление, то это лучше, чем когда у тебя вообще ничего нет. Но должно быть стремление, все, как бы, мириво, мы дальше к этому придем, является, главное в жизни человека, это сказал мудрейший из людей, царь Сламон. В конце концов, все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдая, в этом весь человек. Когда ты уходишь из этого мира, с тобой ничего не остается, кроме Торы, заповедей и добрых дел, которые ты делал во имя Всевышнего, и ты с этой валютой уходишь в вечность. Если ты вот этот жизненный путь прошел и занимался чем-то другим, то это в пустоту. И человек рано или поздно, кто-то раньше, кто-то позже, понимает, что все остальные стремления, это чистая пустота. Значит, шестой вид любви, который может привести к проблемам, это любовь к почету. И седьмой, последний, давайте, чтобы закончить, седьмой вид любви, который хуже перечисленных всех, говорит он, это любовь к излишествам и наслаждениям. Любовь к роскошной идее, обильному питью, распутству и гулянкам. То есть, это очень страшная, вредная вещь, потому что она человека очень сильно губит и портит ему жизнь очень сильно, хотя бы потому, что чем больше ты занимаешься своим комфортом, тем меньше у тебя этого комфорта. Это парадоксальная вещь, которую современная психология изучила, позитивная психология, назвала гидонистическая адаптация. Царь Соломон выразил словами, что сытой душе и мед отвратителен, а голодному и горько становятся сладким. То есть, здесь как раз вот этот вот парадокс, ловушка, в которую попадают люди, чем больше ты изнеживаешь себя, истребишься к излишествам, тем тебе хуже живется, тем меньше ты получаешь в жизни удовольствия, и тем сложнее тебе получить именно настоящее удовольствие, потому что человек, который пьет дорогое вино, ровно через неделю ежедневного питья, оно перестает его радовать. А человек, который пьет вино раз в месяц полстакана, то ему, в принципе, любое вино будет вкусным. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, всего хорошего, с Божьей помощью встречаемся завтра. Главная любовь, которая вам даст в жизни счастье, это любовь к знаниям, любовь к познанию, любовь к Всевышнему, любовь к своей Божественной Душе, и если у вас есть любовь к Всевышнему, и стремление постигнуть, познать настоящую истину, Всевышний вам ее откроет, мы постараемся донести до вас какие-то тоже слова Торы, но главное стремление, тот, кто стремится получить истину, Всевышний найдет ангела, который вам ее принесет. Все, удачи, успехов, с Божьей помощью, чтобы все, кто учат Тору, помогают, помогают, чтобы Всевышний дал вам благополучия во всех, во всех хороших делах. Все, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok